Гад снова нападает, и да, сегодня речь пойдёт снова про этот билд, но на этот раз не на 125 уровне, а всего-навсего на 75, ведь на нём вторжение происходит куда чаще и в самых разных уголках мира Elden Ring. К примеру, вот этих товарищей занесло фаром Мазла всего на 80 уровне. Вообще, вторгаться в Elden стало куда интереснее, чем в том же Dark Souls без дополнительных модов. После последнего патча вы можете стоять в любой точке на карте, а залетать будете в самой разной части мира, в том числе и в подземелье. Но по уровню билда я уже говорил, а вот за характеристики надо пояснить. Итак, очки, которые вы сейчас видите, показаны с учётом надетого талисмана Радгна от боли, поэтому на самом деле у нас. Живучесть была прокачана до 55, стойкость до 18, сила до 21 и ловкость до 13. Прокачка веры, в отличие от силы, даст нам неоспоримое преимущество, ведь мы сможем использовать различные молитвы, бафы и главная возможность вылечиться в бою. Меч Гатса прокачиваем до плюс 15, при этом за счёт двуручного хвата нам не нужно удовлетворять его минимальные требования по силе. На конкретно таком уровне оружия лучший показатель урона имеет Пылающая Заточка. Огненный урон будет постоянно с нами, и меч будет иметь хороший дамаг в течение всего боя. К тому же элементальный урон может быть легко усилен дополнительным амулетом и слезой. Ну и не забывайте, что для Коли Щитычки Меча, как в Дарк Соулсе, не требуется больше переката, достаточно выполнить этот атаку просто из приседа. Вот этот товарищ, кстати, играет правильно, только не совсем ясно, для чего ему понадобилось два таких меча, когда можно добиться лучшего урона всего с одним. Для молитв используем самообычную печать пальца, в качестве доспеха для Гатса обычно берут сет ночных всадников. У него сравнительно высокие значения поглощения и баланса при небольшом весе. В принципе, это, конечно, не обязательно, и можно использовать любой другой доспех. В билде используются три основных талисмана, которым по сути нет альтернативы, а вот по четвёртому талисману есть варианты. Лично я на низком уровне предпочёл использовать печать радуга над боли, которая валяется практически в начале игры в 40 фарад. По той простой причине, что она не только искусственно повышает уровень билда на 20, с увеличением получаемого урона на 15%, но самое главное добавляет очки в стамину, увеличивая одновременно её значение и переносимый вес, а стамина при нашем постоянном спринте в ПВП, как вы понимаете, самое главное. Альтернативой тут могут послужить амулет с огненным скорпионом или талисман ритуального меча. Оба варианта выиграют по урону меча Гатса, но вам всё равно придётся перераспределить часть характеристик в стамину. В ячейке быстрого доступа обязательно держите осколки Звезда Света, они восстанавливают очки концентрации. Причём вся фишка в том, что делают они это постепенно, то есть один раз применили, и можно не беспокоиться, что в самый ответственный момент вы останетесь без очков ОК. Аромат вскипания крови можно крафтить прямо во время вторжения, и он на минуту серьёзно увеличит ваш урон. Во флягу с чудесным снадобьем обязательно добавляем компонент, увеличивающий огненный урон меча. Искрящимся ароматом можно отгонять противников, чтобы успеть полечиться. А бодрящий аромат один из лучших расходников во время вторжения против толпы перекачанных помощников. Варёный краб можно использовать как альтернативный вариант бафа в дуэли, но и обязательно имейте при себе оберегающие пилюли, поскольку игра на вторжения их часто закидывает прямо посередине болота Ионии. На этом у меня всё, ну а в следующий раз будет другой какой-нибудь интересный билд для ПВП.